Всем привет мы стоим на берегу этой тихой реки перед старыми воротами или как они называются перед воротами старые стены правильнее будет сказать в игре тирания как какие тут игрушки налево направо тут деремся распредел я очки на скидку и пару вещей поменял было вроде бы получше что-то найдено им используем ключ камня от старых стен попадаем внутрь а это мы открыли только перина так заклинание нужны как ключ так и выражение мы уже знаем оба на кто тут феррис плоскостоп поговорить с ним надо феррис но это бронзовое братство они с нами не будет разговаривать солдат братство бросает на вас недоверчивый взгляд и поднимает руку чтобы вы поняли что нужно остановиться во имя моих павших братьев как ты сюда попал хитруми 49 солгать помимо этих ворот если другие способы попасть внутрь феррис признательно стыкивает впечатляюще но эти трюки тебе здесь не помогут говори что тебе нужно или убирайся что братство делать внутри старых стен что здесь произошло мне нужна твоя помощь чтобы найти главу жденью мастера скованных горном феррис улыбается а ты забавный вершитель ретамон сказал что тебе нельзя доверять и велел не пускать тебя внутрь любой ценой так что если ты вдруг не сменил союзников и не планируешь присягнуть на верность ретамону то мимо меня тебе не пройти хитруми 49 еще раз солгать присягая на верность ретамону и все что я хочу сделать это помочь ему достигнуть его целей а то я погрему чем-нибудь другого что там началось то нормально же общались первые 30 секунд что вы вообще внутри стен делаете феррис смотрит на вас как на сумасшедшего не понимая каким образом это тебя то касается так же не вижу причин не говорить тебе раз уж ты здесь он пожимает плечами с тех пор как артем он пробыл ночь внутри доказывая что он достоин быть первым братом он начал проводить здесь все больше времени и сказал что наметил дорогу по которой можно пробираться внутрь не привлекая погибели и что у нас не будет проблем если мы будем оставаться в пределах этой комнаты мы можем укрываться здесь и никто нас не найдет ты первый кого я здесь вижу не из братства и еще он мне сказал оставаться здесь и дал света ключ так он это назвал я не знаю что это такое для чего предназначено но артем он не сказал мне этого не сказал свои секреты он держит при себе а что за тела тут что произошло как только мы сюда добрались артем он пошел вперед сказал что должен кое-что сделать мы услышали этот ужасный звук и внезапно нас окружили бичеватели казалось они убегали от чего-то это было очень странно я никогда раньше не видел чтобы они себя так вели плоскостоп ну и тить колотить мне же придется сейчас бить тут некоторые из них нападали на нас но большинство продолжил убегать через врата наружу что ли затем снова появился артем он и остальные бичеватели просто взяли исчезли тот смеялся как будто бы это была просто игра он шлем принес будут знать это только начало говорил он а затем запечатал врата велел мне никого через них не пускать отдай мне святый ключ лантри верность 1 кажется я знаю как заставить его уступить лантри шепчет приближись к вам можно я с ним поговорю но если ты уверен что сможешь его заставить вперед сынок в твоих руках часть истории а мы книгачей поклялись защищать историю быстро взяв перо в руку он выходит вперед выводя круги на ладони я с радостью оставлю эту безделушку под твоей опекой но ты должен пожать мне руку и пообещать что будешь заботиться о ней а не продашь лантри подходит к вам вытянув свою изрисованную чернилами руку пожалуйста скажи да иначе мой друг начнет бой все пойдет наперекосяк старый книгачей закатывает глаза феррис паско стоп феррис паско стоп вы выхватываетесь это ключ у ферриса верностью увеличивается средняя лантри феррис рукопожатие длится длится пока на конец у ферриса не начинает подергиваться глаз а основник приходит в себя а че о чем мы вообще говорили я попозже к вам зайду ага лантри способность за репутацию колесо времени кстати насчет колес в хорошем смысле лантри лантри теперь обладает вот такой штукой ход времени он заключает цель в сферу замедления снижая скорость ее передвижения и в нем пассивный щит магический тоже неплохо защита магии плюс 20% плюс 6 брони я считаю это хорошо а это че за гри пловец повышает меткость попадания а значит это все таки грибец извините был взволнован можно их аккуратненько отойти пока они не очнулись хорош лантри выручил я хотел посмотреть его к нам отношения ну опять я не понял как это смотреть смотрите он спас раз два три четверых и вот еще стоит не не атванс да вот именно все как один вы подносите светоключ ближе к кристаллу в маяке и тот начинает светиться да кажется кристалл в этом маяке реагирует на присутствие светоключей из старых стен а это надо как-то запоминать 97 короче короче так ну ка а он загорелся сам руна на полу все правильно где же им еще рисовать руны и следует старые стены еще один нужен так давайте ка в невидимости прогуляемся платить кристалл маяке не отвечает на ключи которые у нас есть сейчас мы будем искать а вот еще один брать то и где ходим медленно чтобы обнаруживать ловушки вовремя еще один а может быть этот надо было тоже руками а или он написал что они реагируют на аммита из этих старых стен не отвечает отвечает намек понятен с мостом давайте пройдем посмотрим что тут вон еще какая-то кнопка пойдем по верху если что в выгодней позиции будет что там из труб выливается солноватая дурно пахнущая вода и исчезает в темноте ну ты что не а вот тут погибели это мы уже знаем вообще-то они и тут тоже видимо только эти откроются когда мы здесь нажмем или наоборот закроется непонятно а вообще обалдеть идти колотить какая-то лаборатория куда нам предлагает старые стены двуречья глубины все понятно пока не до глубин пока не до глубин все пройдемся дальше ну хоть кого-то мы не убили ловушка обезвредить смотри как говорит видео нам нужно поближе на нее взглянуть обезврежено не зря старайся вот еще потенциальные обалдеть это похоже на какой-то мавзолей и вот они уже по моему или трупы это или бичеватели эти самые есть мнение что мы сейчас нажмем на камень и откроется дверь и попрут нехорошие так оно и получилось в лантре а он даже вот так может ты вот так барик ну тупо беги воюй а он не может на нее фуга давай вот так спектральное размытие давай на самого себя лантре мошь а лантре мошь за мель а мель где тут еще чах самые чахлые где по-моему и сами уже дерутся неплохо а блин все навались барик такой тяжко лупанул сейчас все без ранений это хорошо и барик качнулся да нечаянно ему не хватает чуть подвижности так в нем все хорошо пассивная 70 процентный шанс атаковать противника пока не можем вот стойкости и к силе это что пассивные будем брать лая кожа у нас с лантре колесо времени вершитель судей по лантре совместными усилиями создают ауру замедления вокруг бойца отряда скорость движения противников попавших в ауру снижается а на сколько оно времени когда члены отряда перемещаются в пределах ауры действия негативных эффектов наложенных на них приостанавливается вообще силище проход старые стены артамон скрывается где-то в старых стенах с мастером скованных горном и шлемом многоборца будем многоборцем называть а потому что так удобнее кто самый хитрый оба на перчатки погибельного касания сидел тератуса что такое плюс 10 к управлению могильным светом это еще что такое эти рукавицы выдержали значительное воздействие погибели и мельчайшие частицы их неосвязаемые неосвязаемые сущенности пропитали железные обручи в предплечье оковы теней это наши а вот ладно придется вот так брать открывать складывать почему не то и то и то тяжелая броня выше дробящий урон остальное весь хуже только сидел вот этот плюс хоть вот по цене и ориентируйся попробуем так так а почему у тебя пять бутыльков так нормально а как сюда-то попасть? а через другой проход видимо да вот лестница а так мы уже в тупике получается там уже переход вот это вот другой формы мы я думаю найдем его где-нибудь запомнить бы что он здесь есть теперь здесь внимательнее опять уже видим один ларчик который валяется и тайник бронзовый кинжал 10-13 урон восстановление выше меньше пробивания брони еще какие-то рукавички легкие кожаные отражение плюс 6 восстановление меткость ниже броня это оковой тени нам нужно другое без оружия мы не деремся то что броня меньше конечно хуже но защита выше отражение это хорошее свойство оно отражает я так понял заклинания которые у нас направлены так не понял чей час а как попасть неужели надо переходить в эти старые стены дуречья глубины там что-то брать и возвращаться получается так бандит ведь они просто бандиты уже они уже не наемники тупо бандиты вот здесь еще что-то это вот это откроет вот эти ворота понял ну остался один вариант только переход местность мы разминировали можно бегать и эта вода тоже исчезает к темноте и эта вода тоже исчезает к темноте вот как раз включите режим разведки чтобы увеличить шансы обнаружения скрытых предметов и ловушек множество коридоров и комнат остаются в пределах видимости но вне досягаемости сейчас сначала достигнем того что есть разорванный клочок пергамента на этом клочке изображены сигилы и светоключей старых стен светоключ цитрена золотой свет переливается по многочисленным граням этого камня а как какой он формы может а тот который в предыдущем был в зале все взять легкие кожаные сапожки без свойств рвение это у нас она говорит не хочу тяжелое носить по моему а в в в в в в в а посуда вперед Ты вперёд. Уже нехорошие, видимо, признаки. За дело. Ранений нет. Игра приостановлена. Вот видите, мы на него не можем щит поставить. И это говорит о том, что, скорее всего, это не друг нам. Это огонёк. Давайте гасить огонёк. Может, удастся поговорить. Да, вроде бы на нас они не нападают. Ты не сможешь победить. Ты не сможешь победить. Ты не сможешь победить. Хорош. Хорош. Бандит. Один из наёмников делает шаг вперёд, с трудом удерживаясь на ногах. Кто бы ты ни был, большое тебе спасибо. Когда нас было больше, у нас был шанс. Но потом нас расплох застали, погибели, и дела пошли совсем скверно. А что вы тут делали? Бандит снова морщится, когда обнаруживает ещё одну рану на ноге. Мы вступили в старые стены вместе с Артемоном, но быстро разделились, и нас стали трепать погибели. Артемон пошёл вперёд, а нам велел отбиваться от них, и когда справимся с ними перегруппироваться. Он бледнеет при этом воспоминании. Но их меньше не становилось. Волна заводной. Много часов подряд, без остановки. Наёмник окидывает взглядом в ваш отряд. Тебя Артемон прислал на помощь. Сожалею, но Артемон не собирался возвращаться за вами. Гнев искажает его лицо, но тут же сменяется безнадёжным отчаянием. Ему всё становится ясно. Мы с самого начала сомневались, ещё когда зашли в старые стены. Ведь этих ключей почти ни у кого не было. Вот у нас, например, как сам видишь. Они закрылись, и они не могли выйти, у них не было ключей. Наёмник кивает своим товарищам, а не подхватывает свои пожитки, милена ковыляет прочь. Мы в лагерь вернёмся. Хватит с нас этой дыры на сегодня. А что будет с Артемоном, мне плевать. Отличное решение. Оба-на. Мы не успели восстановиться. Причём никто не успел. Так, ты можешь вылечить наших? Не, на них не можем это купить. Мне нужно чтобы кто-то из них выжил. Я хочу чтобы они отправились в лагерь и сказали, что мы... Нас не так поняли. Надеюсь тебе повезёт больше, чем нам. Возьми на дорожку, бинькик. И мы всё ещё без... Ран. Ран. Это хорошо. Это значит, что после боя мы полностью восстанавливаемся. Ага. Дайте посмотрим, что здесь ещё можно найти. На этом пергаменте тоже изображены сиделы света ключей. А там что-то рядом валялось. Только чистые рефлексы, говорит. Бронзовый дротик. А-а-а. Дело в чём. Я Барику переключил. Тихо. Почему не взяли? Всё взять. Ух ты. Барик вручил то, что мы уже в бою добыли меч. Так, как там насчёт... А, он уже сделал. Замедление. Подбегай уже. Хлобусть. Вот это пальнули. Фуга. Хочешь потренироваться ещё? Вантре, ты участвуешь? Я что-то не вижу, чтоб ты бил. А, всё. Оно... Внутри там. Ой, ей внутри... Свернулось. Акомарин. Есть... Предложение. Ладно, нажмём здесь. Потом, может быть, тут два сидела, горела. Может быть, разные камни можно вставлять в одни и те же... То есть, если бы мы вставили сюда, он бы открылся в другом месте где-то? Проход. О, скорее всего, ловушка. Так и есть. Снять. Снять. Хорош. В общем, барик вот этот... Маршал Ирениос, который... С заморозкой и разрыванием. Он им сейчас маршет. Поэтому он с таким... просто тяжко лупил. Интересно. В общем, они по очереди разрывают. Причём, они по очереди разрывают. Нет, всё нормально. Подмастерье Гарик. Здрасте, Гарик. Ах, блин, я чё подумал. Мы когда были в распутье Литианы, нам их... Староста три раза сказал, пройдись по городу, спроси чё людям надо. Вдруг этим людям нужно было здесь чё-нибудь. Игра приостановлена, ага. Любопытно. Опа-на. Не ждал. Ранее нет. А кровавленный, перепачканный грязью мужчина вскрипит, когда... Нежиданно вас видит. Хвала смотрителю горно, что ты меня нашёл. Мне нужно убираться отсюда, пока не вернулись бичеватели. Или братство. Не уверен, что меня больше пугает. Успокойся, ты чё здесь делаешь? Я искал возле входа в старые стены уникальные металлы или руны, которые смог бы использовать в ремесле. И я пытаюсь подняться на следующий уровень своего учреждения. Впечатлить мастеров горно намного сложнее, чем может показаться. А мастер Луара особенно требовательно. Нужно действительно заметно выделиться, и я решил, что это мой шанс. Но выделился. Ягарик. Я даже не знал, что бронзовое братство здесь, пока не увидел кого-то из них. Я схватил выброшенный шлем, попытался смешаться с остальными, чтобы потом ускользнуть. А их глава решил, что я ушедший с поста солдат, и потребовал, чтобы я вернулся к исполнению своих обязанностей. Я был напуган, поэтому... Он обреченно пожимает плечами. Выполнил приказ и зашел внутрь. Естественно, ключа у него не было тоже. А когда у меня появилась возможность отойти от них, я стал бежать, чтобы найти путь наружу. То где-то должен быть выход к распутью Литианы, он качает головой. Может, это просто вымысел. Естественно, я заблудился и не смог найти дорогу обратно. Спрятался здесь, чтобы меня не нашли патрули бронзового братства и бичеватели, которые здесь повсюду разгуливают. Если бы не ты, то рано или поздно меня нашел бы кто-то из них. Атаковать тебя нашло кое-что пострашнее. Чего ради? Ну, конечно, можно, может быть, кто-то будет отыгрывать вообще от битыша полного. Что ты можешь рассказать о мастере Луаре? Ты можешь выйти таким же путем, каким пришел. Скажи Фериксу плоскостопу, что ты свершителем. Они его убьют, наверно? Расскажи о мастере Луаре. Она строгая, но следит за тем, чтобы все делалось быстро и правильно. А еще, повторюсь, ее невозможно чем-то впечатлить. Я подумал, что если найду здесь что-то, чем смогу улучшить свою работу, то он обязательно меня заметит. А теперь меня просто отчитают и все. Он оглядывается по сторонам с несчастным выражением на лице. Если я вообще отсюда выберусь. Прошу, не оставляй меня здесь, помоги мне выбраться. Тут какие-то существа, они голодные и очень страшные. Знания, разве ты не знаешь, что проход старые стены вообще запрещен? Нам нужно подракачивать знания потихоньку. Я знаю, что все это выглядит не очень хорошо, но я надеялся, что на это посмотрят сквозь пальцы, поскольку я старался ради работы. Я почти уверен, что кто-то из гарнизона опальных видел, как я ушел. Но никто меня не останавливал. Это же все равно, что получить разрешение, верно? Гарнизон был обязан тебя остановить, я это запомню. Это, кстати, важно. И давайте запомним это, отметим, именно чтобы на суде адюдикатору Тунона предъявить и это тоже как объявление. Алых, опальных, вернее, несостоятельными, как дополнительный штрих. То есть они просто не выполняли даже настолько элементарных обязанностей. Они были обязаны тебя остановить, я это запомню. Подмастерье Гарри кивает, спасибо за милосердие, если я выберусь отсюда, то не буду искать неприятностей дальше, чем у порога своего дома. Ты можешь выйти тем же путем, каким пришел. Скажи Фересу полоскостопу, что ты свершителем. Огнями кузни, это же великолепная новость. Наконец-то могу уйти отсюда, спасибо. Я обязательно скажу скованным горном, что ты помог мне выбраться. А-а-а-а! Крик за углом и все. Судно Дархонтами, да, 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 да. А-а-а, чуйка сработала. Свидетельство. Сладат и опальных хотели получить доступ к старым стенам. Пытались подкупить нас. Гарик подмастерье искал знания в старых стенах, а весь гарнизон делал вид, что не замечает. Это улика. И это хорошо. Так видно, так не видно, говорит. Ага, есть. Мечеватель. Может, снаряга какая-нибудь. Светоключ. Прозрачный, с салатовым оттенком, с алым оттенком. Камень идеально подложится в руку. Четверо. Еще отсюда полезут. Жалко у нас нет каких-то массовых. Типа волны какой-нибудь огня или еще что-нибудь. Да я думаю, мы их и так запинаем. Я вот только думаю, а на чем? У нее лук. А ну-ка, пальни. Хорош. Лантрия. Чуть шаг назад. И давай сферу эту. С выживания он выздоровел. Он помог. Тырит у нас. Повторяю. Я тут не могу! Нужно подлечиться своим умением. Но, где оно? Есть. вантри подморозь это животное и кстати надо было переключить давно лук-то я только для начала взял ох как она ткнула то неплохо на 22 что это за морда испуг защита воли минус 30 однако я не знал что нас можно напугать энергетический щит все вместе спрятались вперед вот отсюда сейчас полезут сто процентов там на ручке то срисовать можно ну-ка пойдем сначала срисуем это вдавленный барельеф значительно поврежден но в нем все равно хорошо виден рунический символ похожий на тот что вы видели в зале вознесения барельеф не завершен так что конечная форма руны неизвестно 44 знание прижимая кусок угли к пергаменту получаете размытый но пропорциональный рисунок добавленный печаток заполняет оставшиеся проблемы пробелы на теперь перед вашими глазами полное изображение высеченной руны так он уже наш судится мне дается мне это имеет отношение к символу на полу шпиля спасибо это вместо открытия двери да понял принял а на кого он может применить то все боятся и мы кстати тоже выучили новое заклинание вот это попробовать хочу испытать не успеем наверное его лопнут но тоже неплохо а вот еще на получит нарисовалась на вот эта дверь нужна другом изначе будем вставлять я так понял так я так понимаю да только что хотел сказать это ловушка почему а обалдеть этот пошел перезаряжать разряжать ее сюда а барик просто тупо в нее в лес помятый доспех братства медленно горит и внимательная о там там что-то крупно я хочу вот эту дверь открыть потому что сто процентов эта комната а стоп она похожа на комнату которую мы только что спасли ягарика не сработала понятно все теперь ясно а почему вот это тогда отсюда никто не вылез как вот это открыть непонятно но там точно есть комната тут целых три этот символ с удивительным постоянством повторяется в этом месте буквально повсюду так как изучение старых стен под запретом вероятно его древний смысл затерялся в глубинах истории а у нас есть глубинные истории кстати с собой ой блин мы сейчас будем нажимать они будут вылазить давайте попробуем ошибочка расплаточка найс что там было найс кто там потом почитаю по моему барик вообще с плеча раздает мы только не можем а нет по 14 тоже выдали уже более-менее все вместе будем ландры ты плотную не подходи ты вот так давай ты защити фугу бум насколько он там бумкнул не успел прочитать нормально дело-то идут правда не растет почему-то уровень хочу тут происходит это с бариком что происходит красненький касание титана у него а это ожог был я думаю это что-то хорошее так ну сюда давайте желтенькую сюда то есть это не просто так они лезут они лезут когда ошибочка обнаруживается лежит труп значит должны быть ловушки хитруми 59 доступно новое исследование в библиотеке вы можете улучшить этот предмет если у вас есть доступ к библиотеке шпиля нет у нас библиотеки маяк старых стен так там должны быть еще куда-то выходы это куда старые стены распутили тян и передний зал тут выхода нету как сюда попасть непонятно только вернуться и попытаться один из вот этих камней вставить туда в руну в первую которая в начале была тогда она откроет какой-то зал и мы сюда перейдем уже с другой стороны давайте попробуем здесь посмотреть то куда переход потому что ну прям очень большой комплекс по-другому не скажешь спрятались и тут мы уже были а-а-а-а-а это вход Я слышу уже эти организмы. А, тут даже маяк стоит. Ну что ж, уютить, колотить, Артемон. Непонятная это субстанция, а это видимо это стоит. Ждунье. Мост. Да, Артемон стоит перед бурлящим шаром синей энергии. Борьба света и тени причудливым образом искажает очертания его лица. Выражение восторгом гномину летучивается вместе с отведением моста. Это кто мне мешает? Он поворачивается и видит вас, его лицо искажается от ярости. Нет. Его голос звучит одновременно властно и капризно. Тебе нельзя быть здесь, это для меня, и я не позволю тебе все испортить. Как ты сюда попал? Как ты сюда попал? Ты же не знаешь тайн старых стен. Один из его людей передает ему маленький зеленый предмет. И Артемон прячет его в карман. Чего тебя не отнимешь так это упорство? Нам пора это прекратить. Тебе здесь не место. Он топает ногой. Сухой шлепох эхом разносится по огромной комнате, превращаясь в череду быстрых хлопков. Тебе здесь не место. Да, его подручно и произвольно отшатывается от такого внезапного проявления гнева. Ярость Артемона так же быстро стихает и сменяется улыбкой. Лишь глаза по-прежнему недобро блестят. Впрочем, указывает тебе все равно, что выкрикивает проклятие на двигающейся тьме. Ты никогда не остановишь братство в покое, не оставишь и всегда будешь лезть не свои дела. И все же я восхищен. Не думал, что ты зайдешь так далеко. Из всего, что ты действительно говорил, я согласен только с одним. Ты не думал. Тебе нечем. Кто бы мог подумать, что ты вышвырнешь меня из дома, отберешь мой мир, обрекая на скитание в глуши среди этих стен, только чтобы сейчас стать свидетелем моего торжества. Я хотел лишь сохранить распуть Алитианы, защитить его, уберечь. Хотел, чтобы меня оставили в покое. Кому ты врешь? Ты хотел сохранить свою власть над распутьем Алитианы и ради этого убил половину города. Я ожидал за это благодарности. Но раз уж ты определенно не намерен от меня отстать, то можешь остаться на главное угощение. И поверь мне, им не терпится приступить к трапезе. Скажешь что-нибудь, прежде чем тебя разорвут на куски? Фраза «только после вас» пойдет? Показать туда, куда вы бросили камень. Как голова, Артемон. Что там в той тюрьме? Ты же Денью зачем покинул? Похитил? Мне надо узнать, это она? Или это его помощник? Ну по-моему это она. Они мне приказали. Артемон указал на светящуюся сферу и каменные изваяния в мурованные стены. Когда они начинают убивать, то особо не перебирают. Плоть есть плоть. Однако хорошо рвется, понимаешь ли. Одинаково хорошо рвется. Он стучит по шлему. Так что это гарантия моей безопасности. А он в шлеме этого. Магоборца. «С помощью шлема я смогу изгнать их обратно. А они дадут мне славу. Шанс сделать распутье моим. Только моим». Он смеется, звук жутким эхом разносится по огромному залу. «А почему Жденья? Потому что нам нужен мастер горна, чтобы отстроиться. А кто лучше подходит для этого, чем мастер над всеми горнами?» А вот она сидит. Все, значит их двоих можно сметать. Жденья кричит. «Ты точно свихнулся, если думаешь, что я буду с тобой сотрудничать? Лучше подойди, мы обсудим наши планы по восстановлению». Артемон гримасничает и касается фиолетовой отметины под глазом. «А что там в этой тюрьме?» «Опустошитель!» Артемон шепчет, строгаясь в выступленном восторге. Его глаза блестят, словно у маньяков, так переливающимся лучам света на его лице. «Пусть кара шлет войска, им не победить. Я скорее сравняюсь с землей распутилить яны, чем отдам ему. Или чем позволю тебе остановить меня?» Он смотрит на вас угрожающе безумным взглядом. «Это мой город». «Прыщик ли к лиросилам помашь?» «Твой город». «Я нашел затерявшегося книгачея», в ее словах вышло открытое ликование. Он выглядит странно возбужденным, словно хочет сказать все слова одновременно, но при этом сдерживает себя. «Он рассказал мне все. Он спел мне такие чудесные песни». «Что ты сделал с книгачем?» «Знание двадцать семь. Ты окончательно сошел с ума. Что произошло?» «Ты казался таким собранным на железной тропе». «А не боишься, что погибели тебя убьют, как только ты их освободишь?» «Он в шлеме. Он не боится». «Когда я зашел, я заметил, как ты прятал света ключ. Я так понимаю, ты мне его не отдашь». «Знание двадцать семь». «Артемон, ты окончательно сошел с ума. Что с тобой произошло?» «Ты казался собранным на железной тропе». «Артемон недобро щурится. Только я вплотную приблизился к заветной цели. Как приходишь ты и хочешь все отобрать. И еще смеешь осуждать меня за чувства?» «Думаю, мне будет особенно приятно наблюдать за твоей смертью». Лицо Артемонова погровело. «Ты ничего у меня не отберешь. Расплутили Тианы майор». «Майор?» «Справимся, думаю, без майора». «Они говорили, что мне никто не поверит. И что мне придется в одиночку противостоять армиям. А я знала, что вы все против меня. Только погибели и указали мне верный путь». «А что случилось с книгачеем?» Артемон принебежительно взмахивает рукой. «О, мы перехватили его с пачкой книг. Даже не знаю, куда он направлялся. Но кого спрашивать об истории, как не его?» Он улыбается, отведя взгляд в сторону и неосознанно облизывает верхнюю губу. Он рассказал все, что мне было нужно знать, чтобы попасть сюда. «А ты не боишься, что погибели возьмутся за тебя, когда ты их освободишь?» «Конечно же нет, Артемон бросает на вас типический взгляд. Хвала погибели, у меня шлем с их именами внутри. Когда я вошел в нем сюда, то вся темница задрожала. У меня все получится. Это их воля». «А ты вообще в курсе, как освобождать опустошителя?» «Конечно!» Выкнив, он снова топает ногой, затем укоризненно качает голову, словно это самый очевидный жест на свет. «Мой особый книгачей поведал мне все. У него были обширные знания про старые стены в этом регионе. И про слухи о ключе, который может освободить погибель. Но он не хотел делиться ими со мной. Могу поспорить, ему хотелось, чтобы Кай развязал распутья Литианы. Но я показал, насколько этот погубный ход мыслей может быть вреден». Задумавшись, он грызет ноготь большого пальца. «На мгновение вам кажется, что он забыл о вашем присутствии, но затем он нарушает молчание. Он упоминал что-то о кристаллах и четырех сторонах света. Но я никак не припомню. Честно говоря, он пел так громко, что тогда это не показалось мне важным. Что он имел в виду, говоря о четырех сторонах света? «Четыре кристалла, у нас три, у него один, четыре. Их нужно поставить в соответствии сторон света, скорее всего». Роттемон истумленно барабанит пальцами по вискам, селев вспомнить. «Это как-то связано с отмыканием старых стен». Он нашел подсказку где-то в архивах, утвердил что-то про компас. «А, да, он выружит из кармана рваный лоскут пергамента. Он мне схему нарисовал». Он разворачивает лоскут, смотрит на него, нахмурившись. «Ну да, пользы от этих записок никакой. Они порваны. Нельзя прочесть текст, если его только часть. Он вертит лоскут в руках. Бесполезно». «Знание 49. Отдай мне пергамент книгачеев, не могут быть важные сведения». «Артемон что-то бормочит, почесывая голову, переводя взгляд то на вас, то на лоскут. Наконец, уступай, швыряй его вам. Я все равно не могу его прочесть. Мне с него проку нет. Забирай. Почему бы и нет?» «Эх, мы почти договорились. А я вот когда зашел, увидел, как ты прятал свиток ключ. Я так понимаю, ты мне его не отдашь?» «Отряд получил фрагмент свитка, фрагмент свитка книгачеев и мы объединили их». Он улыбается, поворачивается боком, чтоб спрятать карман из виду. «Кручу-верчу, запутать хочу, ты чертовски наблюдателен на свою беду. Во имя погибели ты настоящая заноза. Он цокает на вас языком». «Атлетика-44, угрожать». «Отдай мне этот кристалл. Быстро. Или я заберу его силой». «Давай, попробуй его отобрать, глупец. Только я, спаситель бронзового братства, и твои регалии для меня лишь пыль под ногами. Я собирался посмотреть, как тебя разорвет погибель, но, похоже, это теперь моя работа. Они хотят, чтобы ты стал их первой жертвой». Артемон. Бросается в атаку. Сразиться с Артемоном. Фуга. Во время неспешной беседы. Поднялась. Понимая понимание боя, но я хотел ей… Вот это можно? А, еще нету. Нужно шесть. Нужно одно потратить куда-то. А это можно. Понимание боя будет, а опыт быстрее идти. Невосприимчивость. Невосприимчивость. Можно тоже. Пассивный. Волшебный огонь. Горение. Кровотечение. Тоже, кстати, хорошее. Снятие штрафа к восстановлению при смене оружия. Плюс 10 точности. Плюс 25 к защите при выходе из боя. Позволяет использовать уклонение вместо парирования. Хорошие все. Ну, давайте начнем вот с этого. Пускай он опыт качает. Аз опыт. Ну, потом все остальное прокачает. А это чего? А, сразиться. Артемон не отпустит вас без боя, поэтому дайте ему то, что он хочет. Связь дюлей. Будь сделана. Электрошок. В Артемона мы. Электрошок. В Артемона. Фуга. В огненную стрелу в Артемона. Барик. Железную пошлину. Так, а он может тоже что-нибудь? Может это... Рубище железо. Плюс 200% урона, если бой начала вражеская цель. Ну, давай. Тоже в Артемона. Просто шиблись. Все вместе. Что такое? Выдающийся защиту у Баррика. Да, сейчас мы его. Фуга. Что-то быстро собралась куда-то. Ехать. Так, мы теряем фугу. Попробую вылечиться, может быть ее тоже зацепит. Короче надо их морозить. спектрное размытие так по-моему один до отъехал все просто запинайте его это он рубанул сейчас по офигеть круто на камнях мы подаваем артамон тяжело падает на колени кашлят поднимать на вас покрасневшие глаза полные слез как он обреченно вопрошает пространство как же так как так-то серега как так убить похоже твои планы провалились они умрут вместе с тобой благосклонность увеличивается много бронзовое братство я не хочу тебя убивать но я вынужден это сделать благосклонность увеличивается так же много братство мы не хотели чтобы так все закончилось но ты не оставил нам выбора нет он говорит так тихо что вы два его слышите они мне обещали они говорили скажем словом кровь сочится из его ран он бледнеет тяжело опираясь на руки ты не можешь ты не и он падает замертво бронзовое братство сильные удары открыты чего у нас тут святок ключ эмира шлем магоборца боевой молот посмотрим барик как насчет молот сменить разрушение а там заморозка разрывания это помощнее боевой молот брони меньшим зато урон точность восстановления а это топор первого брата магический взрыв при критическом попадании урона 15 до 30 магическим магич магией топор этому намного используется против различных врагов сильно изношенные перемотанные обмотками на рукояти носят следы огня и ржавчины клинок затуплен но фреска топора мерцает призрачным фиолетовым светом который заметен только в том случае если смотреть краем глаза они оба офигенные что он говорит не влазит горит больше лист карина плюс броня камни тоже сюда почему-то мы сюда складывали а не в этом в ящик общий а где еще один молот ты куда девал молот вот он вот заморозка лучше при критическом попадании замораживает на 6 секунд а это очень хорошо но такое у меня оттетение а что он там говорил про так бронзовое братство что там угроза нет не то сильные удары пассивка урон ближней бою плюс 3 процента ну куцам ухвост оторвали это пугать противников используйте подходящий светоключ на каждом из маяков чтобы выдвинуть мост и покинуть старые стены мы собрали какой-то из фрагментов рукопись она к примеру где вы помогли гаррику покинуть старые стены среду ч власти это так тяжесть защиты найдем судно-дархонтами в процессе но она значит просто где-то в этом лежит вот где-то тут рисунок углем шпиль заката знаю такой отчеты агента грубо составленная карта загадочное послание совмещенный лист пергамента вот после совмещения с первыми двумя найденные вами клочками пергамента вы видите грубо изображенный сидел ро в центре и грубо изображенный сидел цитрен в верхнем левом углу а также грубо изображенный сидел амит в верхнем правом углу а почему в центре сейчас посмотрим как там то есть цитрен левый верхний амит правый верхний в центре их 4 ну левый верхний поро в центре козник центр не то не то ок ясно ясно к нам никто не ломится это плюс это мы выше выход открыли это хорошо мост еще не позже не закрыли не выдвинули так наказание наверно начнете сейчас аро должен быть в центре цитрен слева но мы его уже поставили так то есть если это он рисовал по сторонам света то цитрен амит должен быть справа вверху аро в центре когда этот центр это амит неправильно дядя федор бутерброд ешь что-то полезло там убить опустошителя оно вылезло ранений у него нет но вот этого как-нибудь надо так выдающая защита надо убрать это чтобы не ставили нам в автопаузу что там где бесполезно мелочь уберем потому что она мешает мы пока бьем по большому мелочь нас обезжиривает все теперь хорошо касание титана давай на фугу барриков а у нас не работает пока еще прилезли до в плен так не пойму что происходит низкий запас здоровья у фуге а ей лечиться нечем я как будто фигню пихнул мы по-моему едем так ты фугу думаешь поднимать обязательно было вокруг отбегать длинная дорога как почему фуга не помню поднялась или ты не мысль уже фугай все сел понял так ты можешь еще раз ее остановить эту конструкцию а он автоматически летит думаю почему происходит такая ерунда алан 3 сам автоматически массово лечит я смотрю вроде бы ничего не делали а 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 Как он выжил? Не успел я посмотреть, как он... Лантри По-моему, говорит нам до свидания Так, мне оружие на лук Стреляю сдалека А как фугу-то умудрилась так быстро отъехать Я ее защитить ничем не могу Барик, мы вдвоем Пилим эту гниду Сейчас еще должны вы... А нет, мы все, всех победили, это последнее На Барико спектральное размытие Потому что нас сейчас, видимо... Все-таки переедет эта гадина Все, сдулся Идти-колотить, а это не надо вот сейчас Только говорить, что они сюда сейчас все вырвутся Хорош Убитие опустошителя Выполняй, освободить мастера склоны горным жденью Доступен новый рецепт в лазарете шпиля Алмаз, 32 золота Шлем бронзового братства Это снаряжено, а это капюшон штурмовика Компромисс Урон 10%, пока здоровье выше 75 Хороший Она здесь сидит, как не... Пробраться Мы, кстати, не вставили еще Один камень Хм, взгляни здесь Проклятие Черненное железное колье Урон 10%, здоровье минус 1%, пока здоровье выше 35 Каждые 3 секунды Похоже, этот ошейник затягивается и сжимает шею сам по себе Известно, что певчие крови носили такие стремительно А смертельно опасные аксессуары для получения каких-то извращенных удовольствий Дорогой То есть 65% здоровья съест Побежали искать Все, вот здесь остановимся На секундочку А то скажем сейчас что-нибудь лишнего Ждение мастер скованных горном Освободить Убить А этот-то зачем? Жду не потирать шишку на голове Подлый засранец, он знал, что не одолеет меня в честном бою Затем она кланяется вам Спасибо Скованные горном тебе благодарны Предать союз, убить А я... А разумеется мастер жденья Но я пришел поговорить о присоединении к моим войскам Мы должны объединиться против Кайроса Очень сильно увеличивается благосклонность Можно предать союз А я смогу Просто не хотел, чтобы все остальное досталось Роттемону А, ну в смысле Он не мог Отдалить меня, честно, боял Я смогу Мы пришли поговорить о присоединении к моим войскам В сопротивлении к Кайросу Ах да Мы так и не поговорили о твоих планах на войну Зачем мне к тебе присоединяться, вершитель? Скованные горном защищены своими достовер... Договоренностями с опальными Какое преимущество ты можешь предложить, чтобы оно перевесило защиту Кайроса? Жденье замолчал Замолкает Я не говорю, что мне неинтересно Как я уже говорил, что-то нужно делать Но я не хочу подвергать скованную горном риску Полагаясь на случай Если ты поможешь нам, то тебе больше не придется работать на опальных Когда мы выгоним Кайрос из ярусов, ты сможешь выбирать любые контракты, какие захочешь То есть это мы и обещаем А второй вариант, потому что если ты останешься с опальными, то обречешь скованную горном на вечную жизнь в рабстве Оставаться работниками Кайроса значит проиграть бой Но ее устраивает нынешнее положение Да, их заставляют делать, но их охраняют Они нормально живут Занимаются любимым делом А это мы и пообещаем свободу То есть это как бы одно и то же, но просто двумя разными способами У людей У каждого человека есть свой подход То есть одному важно, чтобы на него не давили И ее тогда первый вариант бы сработал Или второй наоборот, убедить Типа вот, что на слабое Типа если оставаться, значит так рабами и останетесь Какое преимущество ты можешь предложить? Преимущество в том, что ты будешь сама выбирать себе любые контракты, какие захочешь Она кивает, это очень убедительный аргумент Очень Хорошо Я вступлю в твою армию Ты помог мне, а я помогу тебе Что ты от меня хочешь? Поговори с Ари в зал или вознесение в цитаделе колодца Вендериенов Она посвятит тебя в курс дела Я верю, что если кто-то способен положить конец этой войне, то это ты Ты показал отличные навыки командования Твоим воинам повезло с полководцем А я буду ждать тебя у Ари Ты получишь оружие, которого нет ни у кого более Она кланится и салютует вам Да не остынет память твоего горна Открытая способность Щит стихий Хорошо Ух ты, броня В течение 15 секунд от огня, электричества и льда На расстоянии 8 метров Но он, к сожалению, не пассивный Вернитесь в распуть и передайте Элдону шлем магоборца Или оставьте его себе Хорош Суд над архонтами пока в процессе Тяжесть защиты тоже в процессе Гаррика Это там надо будет с Ларой поговорить Да И здесь мы не все комнаты осмотрели Рунный зал распутья Так, это понятно Мы сейчас находимся в зале как раз В распутье Надо отдохнуть Вот у нас одно или два ранения у Фоги Одно И одно у Лантре Я не понял Почему дверь закрыта Кто разрешил? И вот здесь вот что-то лежит? Нет, не лежит Не понял А мы снять больше не можем Кланати 2 пока оставим Почему я вернуться теперь не могу? Или мне нужно будет делать Бешеный совершенно крюк Чтоб проникнуть в старые стены Нет, куда-то побежали А, идите калапетить снаружи Нет Чего бегаем? Не понял сейчас Бегали что-то нажимать? Хорош Не понял Честно говоря Как мы сюда попали Но главную часть мы сделали Нам сейчас нужно найти Проходы в остальные Комнаты У нас вначале Сама был Ключ Маяк Вернее Кат, который у нас не было ключа Здесь мы все Ключи нашли Тут тоже все нашли Так, и здесь Вот Дверки Все нормально Продолжаем исследовать Видим ловушки Я говорю Видим ловушки И самый хитро Один Хитро выгравированный Идет снимать И тут еще что-то Аж прям Переливается Все Взять Кстати А че нет Че раненами ходить Ну так О чем Мне там Горит Обессиливание При попадании Противника Ослабляем В течении 30 секунд Надеюсь Противника Не себя Кристалл В маяке Не отвечает На светоключи Из этих Старых стен А там Кстати Был такое же В начале То есть Он не работает На стене Мерцает Руна Поддерживаемая Неизвестным Волшебством Изучить Ее 57 знания Сигил Циклических Энергий Третьей степени Новый штрих У нас Четыре камня Это Облом Здесь Не работает Прохода Никакого Нету Никуда Желтый Желтый Попробуем Еще Здесь Другие Вставить Цвета Это Нужно Чтоб Двери Были Рядом Еще Одни Закрыты Вот в эту комнату Хочу попасть Больше Никаких Нету Да У нас Так Так Зеленый Тоже Подошел Во как Она не Загорелась Кстати Я ее Еле Не мог Не заметить Она Не выделялась Они Не просто Так Лежат Кажется Это тело Принадлежит Плохо Замаскированную Бойцу Орды Ай Почему Маскированная Сейчас Высыпятся Но мы Готовы На стене Мерцает Руна Изучить Я думаю Будет Достаточно Наших Положительных Способностей Спугай До сих пор С луком бегать А забывай Переключать Хорош А что Всем что ли Достается Что-то изучили Но мы не успели Посмотреть Что именно Нам нужно Здоровье Немножко А у нас 1220 Мастер Мастер владения Посохом Вот Это доступны Ячейки заклинаний Плюс 2 А не для всех А не для всех Потому что Заклинание У нас уже Нормально Поднакопилось Вот еще один Получается Не охвачено Почему Какой-то Боец Орды Еще и Замаскированный Да еще и Плохо Один остался Вот К этому Не реагирует Этот Да Нужен Другой Рисунок То есть Мы сюда Даже Не заходили Мы дальше Пройти Не смогли Ну попробуем Здесь Еще Сменить И это Все Тут вообще Ничего нет Эти куда-то делись Даже Даже Своих Не забрали Так За кадром Я уже пробегусь Обратно По коридорам Опа Прикольно Идти Колотить Вот это Мимо Пробежали Плащ Плащ заклинателя Это Аксессуар Аксессуар Отражение Задивания 15% Свитки Лунный камень Опал Топас Топас И шкура Побежал Вместе Со всеми Двери Нигде Нет Которую мы могли Пропустить Маяки Мы все Попробовали Какой Тыгдык Тыгдык Получилась Серия Но Огромный Кусок Сюжет Посмотрели Здесь Закрытых Комнат У нас Не осталось Или Вот эта Комната Осталась Вот эта Стоять А Это Которая Открывается Непонятно Чем Это Нужно Будет С другого Шпиля Сюда Сюда Отволочить Закрытых Внизу Внизу Того Тут Что-то Есть Попробуем Правда Эти Вылезут Вот Сейчас Опять Но Их Последний Остался Мы Какой Сейчас Нашли Самый Последний Эмир Кнопка появилась И вторая Есть Так что Мы здесь Еще Пополкнемся Вот Он Сам Сферу Времени Сделал Замедлил Вообще Обалденно Сделано Это Единственная Игра В которой Бои В реальном Времени Вот Поменял Он Сам Дерется Бои В общем Приятные Если В башне Времени Они были Немножко Другого Плана То Здесь Чисто Вот Такие Бои РПГ Шные Времени Они Здорово Очень Сделаны Вот Это Подобрать Мы Как Профессиональные Крахоборы Должны Все В дом Тащить Времени Ага Какой-то Камень Хитрый Еще Руна Какая-то Или Ну В общем Для Заклинаний Бронзовый Бронзовый Кинжал В общем Такой Себе А вот Изучить Руну И включить Ее Список Своих Заклинаний Сидел Нисхождение Хаоса Я так Понимаю Это Что-то Такое Причиняющее Нехорошее Это Мой Первый Красный У нас не было Да Было Вот Это Нам Нужно Ну Значит Все Просто Вот Этот Мне Смущает Проход Зелененьким Будет Красивше С этими Маяками Лучше Не Связываться Ну Все Нам В Зал Не Нужно Не Нужно Мы Со Семьи Поговорили Там Все На Автомате Так Что Нам Можно Выходить Прям Сразу В Распути Когда мы Договор Заключались Жду Ни Потихоньку Принимает Нашу сторону Наверное Что Так Ты Кто Мусел Такой Поселенец Вершитель Хорошо Видеть Вас Живым И Невредимым Из-за Всего Этого Шума В Старых Стенах Элдиан Начал Переживать О тебе Он Отправил Меня Найти Вас Если Вы Вернетесь В Распути Учитывая Что У нас Не Было Гарнизона Для Защиты Доносящиеся До Нас Звуки Вызывали Мягко Говоря Беспокойство Все Кто Здесь Живет Смогут Спать Немного Лучше Зная Что Вы Вернулись К нам В Сохранности Передай Старику Чтоб Он Перестал Беспокоиться Обо Мне И Начал Беспокоиться О себе Никакие Опасности Старых Стен Не Помешали Бо Мне Защитить Распути Литианы Так Пафосно Мы Благодарны Вам За Защиту Он Нискок Ланится Затем Убегает Нам Еще Шлем Надо Отдать Надо Посмотреть Кстати Гонец Ладно Мы Это Посмотрим Я Хочу Посмотреть Магобой Магоборец Где Мо Магоборец Где Магоборец Шлем Магоборца Обнуление Плюс 50 К защите От Заклинаний Магическое Высвобождение Выпускает Разряд Энергии Который Взрывается При Столкновении С целью Вызывает Ослабление И усталость У всех Погибелей В радиусе Поражения Длительность Воздействия Увеличивается Известностью Шлема Магоборца Скованные Горном Создали Этот шлем Для защиты Распутия От погибелей Его Железо Отполировано До блеска А навершие Венчается Веером Лезвий Что Придает Шлему Старинный Вид Силы Кайроса Всегда Предпочитали Практичности Возможным Символизирующим Предметом Статуи Что еще Более Абстрактное Вызывали Бы Скорее Желание Изучить И разобрать Тогда Как Шлем Это Просто Шлем Не Больше Не Меньше Но Даже Будучи Загнанными В рамки Прагматического Подхода Скованные Горном Создают Своё Железо Совершенным Чары Искусно Вплетаются В сталь Этап За Этапом Часть За Частью Создаётся Завершённый Предмет Ну То есть Он прикольный Но Мы Конечно Отдадим Мы И так Справляемся Тут Целое Поселение Конечно Надеюсь Нас Ждёт Гавань Долго Не могла Избавиться От Блюстителей Законов Харис Так что Выпьем За доброе Начало Какая Гавань Моряк Вода Шумит Мы Сейчас Вода Под Тоже Приятно Шумит Просто Всё На Записи Будет Громко Наконец То Прошли Насквозь Все Древние Стены Обратно До Нашего Шпиля Который Дважды Отвоёван Даже Можно Сказать Уже Трижды Спасли Гаррика Много Много Абратно 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 Вернитесь Передайте Элдиану Шлем Да Это Это Сделаем И Уже В следующий раз Займёмся Поисками Мага Кузнеца Который Сможет Баррика Выклупать Давайте В следующий раз Начнём С приятного Поговорим С Ларой О том Что Гарик Вернулся Вон Он Сидит Это Хорошо Что Он Добежал Вернём Шлем Тоже В следующий раз И уже Со шпиля Отправимся Домой Тут Опять же Торговцы Может быть Я за кадром Расторгуюсь Потому что Мусора У нас Уже Просто Девать Некуда Ну как Пока Ещё есть Куда Но Уже Неприличное Количество И Одна Битва Уже Была Когда Двое Осталось Всего У нас С Бариком А Нисхождение Хаос Это Выражение Которое Используется Для создания Заклинаний Воздействующих На случайные Цели В пределах Определённого Круга На кого Бог пошлёт Называется Сидел Силы Штрих Который Увеличивает Силу Заклинания Что усиливает Большинство Веществ Существующих Воздействий Знание Плюс Пятьдесят Требует Фигеть Фигеть Штрих Уменьшающий Перезарядку Заклинания Но зато Знание Плюс Тридцать А у нас Знание То Семьдесят Девять Семьдесят Один Разберёмся В общем В следующий раз Я так понимаю Здесь заканчиваем Дела И Следующий ориентир Это Освобождённый Барик Сегодня Прямо На все Деньги Погуляли Спасибо Что гуляли Вместе Со мной Спасибо Вам за Внимание Всего Вам доброго Удачи И пока Я От игры В полнейшем В восторге И сюжет И повороты И политические Как назвать Даже Переплетения Назовём так Вроде бы Воюем Убили одного Командира Убили второго Командира Но Сколько их Мы отпустили Сколько Напугали Спасли им Жизнь Солдатам На входе Там Пять человек Пришли Убили бы Мы их Конечно Убили Так Видишь Смогли договориться Лантри Помог В таких Играх Большое Большое Количество Вариантов И способов Вообще И действия И воздействия И вообще Восприятия Происходящего Это Огромный плюс Этим игра Очень сильно Все У печки Пригреемся Обсохнем И Выспимся Самый лучший Сон Этого Открытого Огня Отдыхаем Копим силу На следующий раз Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...